Друзья, привет! Сегодня я расскажу о супер вкусного соевого соуса, который делаете для себя, а не такой, как в ресторане. Желательно покупать любую марку, я не рекламирую, я его не продаю, где написано Superior или Premium. Light соевый соус. Это китайский соевый соус. Вообще основатели, законодатели суши это китайцы. То есть, многие народ путают, думают, что это происхождение Японии. На самом деле, китайцы придумали и мороженое. Придумали в свое время и суши. Японцы чуть позднее, лет через 500 стырили эту идею. Начали заворачивать туда, в общем, все, что плавает, вертится и растет. На самом деле, китайцы делают то же самое. Нам понадобится соевый соус. Да, так вот, китайцы, где-то примерно грамм 50, рюмочка 55. Значит, китайцы на нюх не переваривают японский соевый соус, чтобы вы знали. То есть, если китаец нюхает кекаман, он кривится, ну, как будто ему гадюку подсунули. Честно, сам наблюдал очень много раз. Даже они пробуют, они кривятся и не подходят. Пробуем делать китайскую версию. Добавляем сюда сахарку. Ну, вот так вот. Можно даже еще-чуть добавить сахарку. Обязательно добавляем воды. Воду я беру кислую. Это так называемый аналит, PH-. Если у вас такой воды нет, ничего страшного. Можно добавить обычной воды и добавить граммульку соли. Она будет не кислая, но соленая со сладкой будет очень вкусно сочетаться. В этой воде не выживает ни один микроб, ни одна бактерия, ни один вирус. Ну, то есть, как бы это типа как серебряная вода. Она не серебряная, просто занижен PH полностью. Кто любит имбирный вкус в суши, можно меленько нарезать и шурануть его сюда. Значит, имбирь придает своеобразный вкус, которого вы добиваетесь при еде в суши, но не всегда получается. Или неправильный имбирь замаринован, или еще что-то. Кто нанюхнет, ну, в смысле, никто не любит жевать имбирь, его можно выдавить. То есть, сделать сок. Вот тот, кто не любит имбирь, он никогда его здесь не почувствует, потому что мы выдавили сачок. Сачок придаст как раз вот тот кайф, которого вот нам не хватает. В этом случае можно еще капнуть капельку лайма. Капелюшечку. Если у нас там есть соль, есть какие-то эти самые. Лайма, имбирь, это капец. Ай, какой запах. Немножко перчика черного. Ну, буквально вот так, знаете, для вкуса. А также можно немножко добавить душистого перца. Буквально чуть-чуть, так символически. Офигенный вообще. С колампузовый, в наше счастье. Пробежем. О, капец. Никогда не догадаетесь, что здесь имбирь есть, и есть лайм. Кстати, лайма можно добавить. Для суши это будет просто бомбезно. Вот. Попробуйте, не покупайте кикоман, не покупайте. Ну, там разные соевые соусы продаются в магазинах непонятного происхождения. Блин. Бимбо, как говорит у меня товарищ. Народ, приятного аппетита. Это, блин, шедевр, честно. Покажу в следующий раз еще одну версию, еще одного супер вкусного соевого соуса. Ставим лайки здесь. Понравилось. Открывается окно. Можем поделиться со своими друзьями. Можно поделиться вконтакте. Нажимаем, отправить. Просто жмем здесь. Можно отправить в Google Plus. Поделиться. Вот, для всех. Можно отправить в Одноклассники. Галочку поставить в статус. Опубликовать. Подписка оформляется здесь, вот в этой месте. Жмем. Подписываемся. Все новые видео, которые будут появляться в данный момент, вы знаете первое. В конце каждого клипа у вас какие-то такие окошечки. То есть подписаться мы можем прямо здесь, не выходя из клипа. Досмотреть можно его до конца. Нажимаем на вот эту иконку. Вот в этом месте оформляется подписка. Княб сюда. И все, и вы подписались. Можно вообще пооткрывать все окна. А позже посмотреть то, что вас заинтересовало. Например, самые редкие монеты. Всем пока. До новых встреч. Пишите свои отзывы. Пишите комментарии. Есть какие-то идеи. Присылайте свои идеи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...